Ну что, добрый путь. Поехали. Простым нажатием, но не на стилизованную кнопку, а на реальный игровой контроллер. Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин запускают первый в Казани центр подготовки спортсменов будущего. Движение Фиджитал уже вовсю шагает по планете. То есть это движение уже не остановит. И очень символично, что здесь, в Павловском университете, которому объект, который совместно был усилиями создан Республикой Татарстан и Министерством спорта, создан Фиджитал-центр. Это место, где будут развивать стандарты для гармоничного развития человека, умного и в то же время физически крепкого и ловкого, настоящего Фиджитал-спортсмена. Сейчас мы говорили, может быть, целесообразно рекомендовать и другим университетам использовать этот опыт, опыт формирования такой типовой площадки, которая бы позволяла и исследовать это направление, и помогать формировать гармонично развитую личность, потому что интеллектуальные преимущества, они должны быть гармонично сочетаемы с физическими возможностями спортсменов. Новый центр построен в деревне Универсиады специально к играм будущего. Он поделен на две зоны – спортивную и киберспортивную. В последний есть компьютерный зал, зоны игровых консолей и виртуальной реальности. Тут созданы огромные, большие условия для реализации себя. Мне кажется, ВУЗ старается вывести более наш спорт на высокий уровень. Для этого существующие в Павловском университете кафедру киберспорта преобразуют в кафедру фиджитал-спорта. Помимо того, что имеют первые киберспортивные разряды все, они также еще и имеют разряды в их видах спорта. Если мастера спорта есть и КМС, то есть мастера спорта. Здесь есть студенты Павловского университета? Да, конечно. Именно здесь практически с нуля будут создавать теорию и методику. Я думаю, что кафедра фиджитал-спорта у нас будет одной из первых, потому что такую базу, как сегодняшний центр, мы получаем первой из всех, я думаю, не только спортивных ВУЗов, а из всех ВУЗов Российской Федерации. Поэтому на нас сложится очень большая ответственность. Конечно, с точки зрения развития, мы хотим такие центры, типовые центры, реализовывать не только в Казани, но и в других городах нашей республики, для того, чтобы это движение захватывало все больше и больше молодежи. Детям и молодежи, им нужно чем-то заниматься полезным. И вот еще прекрасное такое место, и это здорово. До открытия сутки, но Казань уже живет в ритме фиджитал. Мы находимся во дворце единоборств, и будет проходить одна из самых зрелищных дисциплин – фиджитал единоборства. Вот в этом октагоне бойцы будут выяснять отношения сначала на приставках, а потом на кулаках. Площадка готова и к тому, и к другому. Сегодня это оценил и Дмитрий Чернышенко. Утром он лично посетил объект в преддверии стартов. Ему показали готовность ринга, электроники и аудиовизуальных эффектов.